Маленькие ели и сосны были выращены всего за один год, хотя раньше на это уходило целых три. Все дело в закрытой корневой системе. Проще говоря, их высаживают прямо с торфом, в котором они и произрастали с первых дней. Почти все из этих малюток приживутся, а раньше, когда их высаживали с открытыми корнями, 6 из 10 погибали. Также деревца будут меньше болеть, а сажать их можно 9 месяцев в году, тогда как раньше этот срок составлял в лучшем случае несколько месяцев. Поэтому, когда говорят, где же мировые технологии, где же инновации, где же модернизации, я всегда говорю, вот ее можно потрогать реально, руками, увидеть и приобщиться к этому делу. За год в крупнейшем в Европе селекционно-семеноводческом центре в Сабинском районе было выращено 12 миллионов саженцев с закрытой корневой системой. Ими было засеяно почти 2000 гектаров земли, в том числе и защитные лесные насаждения. Когда мы говорим об увеличении лесистости территории республики Татарстан, как раз речь идет об этом. О том, что в неудобьях, оврагах, коих достаточно большое количество в республике Татарстан, крутосклонах, то есть в тех землях, где не растет хлеб, сегодня должен расти лес. Кроме того, деревья по просьбе властей Казани будут поставлять для озеленения столицы в рамках проекта «Зеленый рекорд». Плантации с ними уже заложены и виды, пригодные для городских условий, подрастут в ближайшие несколько лет. Также к концу посадочных работ и перед началом полевого сезона лесники со всей России под Казанью начали тренировку и конкурс среди таксаторов. Лучшие специалисты покажут свое мастерство в учете леса, выявлении болезней и вредителей, а также в описании почв. Марсель Нургатин, Дмитрий Ермаков, Владимир Ладушкин, телеканал Эфир. Марсель Нургатин, Дмитрий Ермаков, Владимир Ладушкин, телеканал Эфир.